Николай Васильевич Гоголь Николай Васильев Николай Васильевич Гоголя Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат, месяц один только заглядывал в них украдкую, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучую по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уландскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновению подгонять своего емщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькало вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другую пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Немцам называют у нас всякого, кто только из чужой земли. Хоть будь он француз, или цесарец, или швед, все немец. Примечание Николая Васильевича Гоголя. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел ересковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был небелее трубочиста, можно было догадаться, что это не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталось ссататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутренней побежит он без оглядки, поджавший хвост в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том все село, но миряне качали головами и даже подымали его насмех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на Кутю, где будет голова, приехавший из архиерейской певческой родич Дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербегус и еще кое-что, где кроме Кути будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица, на всем селе останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силачий детина хоть куда, который черту был противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствующий сотник Калкова вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, пеленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над эту картиную и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидиму под руку, подымал из горнила в кузнице залу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете, но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый чуб ленив и не легок на подъем. К дьяку же от избы не так близко. Дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибал овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоя на шафран, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя, вдруг в темноте вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывает всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатели под каморей отсмаливали себе новые шубы из решетиловских смушек с суконную покрышкой. Канцелярист и волосной писарь третьего года взяли себе синие китайки по шести гривен аршин. Панамарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны, можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем, как фигура взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ши он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними. «Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?» говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику, с обросшей бородою, показывавшую, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. «Как бы то к нам не опоздать!» Присем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотный вот улуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу до кучливых собак, но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? Смотри, смотри, по нас!» «Что?» — произнес кум и поднял свою голову так же вверх. «Как что? Месяца нет!» «Что за пропасть?» «В самом деле нет месяца!» «То-то, что нет!» — выговорил Чуб с некоторой досадой за неизменное равнодушие кума. «Те, небось, и нужды нет!» «А что мне делать?» «Надо же было!» — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, какому-то дьяволу, чтобы ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться!» «Право, как будто насмех!» Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно. Ночь, чудо, светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот, хоть глаз выколи. Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивши через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавши такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысльно стоящую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темной ночью, да и не хотелось таки показаться перед другими, ленивым или трусливым. Окончивши по бранке, обратился он снова к куму. — Так нет кум месяца? — Нет. — Чудно право. А дай понюхать табаку. — У тебя кум славный табак. Где ты берешь его? — Кой черт славный, — отвечал кум, закрывая березовую таблинку и сколотую узорами. — Старая курица не чихнет. Я помню, продолжался так же Чуб, мне покойный шинкарь Зузуля раз привез табаку из Нежина. — Эх, табак был! Добрый табак был! — Так что ж, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе. — Так, пожалуй, останемся дома, произнес кум, ухватясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решил состаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. — Нет, кум, пойдем. Нельзя. Нужно идти. Сказавший это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь, но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, к которому решительно все равно, сидеть ли дом или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи и два кума отправились в дорогу. Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за ней толпами, но потерявшие терпение оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша, говорила она, как бы рассеянно для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. Лгут люди, я совсем не хороша. Но мелькнувший в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказали противное. Разве черные брови и очи мои, продолжала красавица, не выпуская зеркало, так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе, и в щеках, и в губах, будто хороши мои черные косы. Ох, их можно испугаться вечером, они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу, теперь все я совсем нехороша. И, отодвигая несколько подали от себя зеркало, скрикнул, нет, хороша я. А, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою, как будет любоваться мною мой муж? Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть. Чудная девка, прошептал вошедший тихо кузнец, и хвостовства у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух. Да, парубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня, продолжала хорошенькая кокетка, как я плавно выступаю, у меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче голуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете. И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки. И суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над спиной петушиной. Крикетная краска досады тонко разливалась по лицу. И все это так смешалось, и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего. — Зачем ты пришел сюда так? — начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? — Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома? — О, я знаю вас. — Что, сундук мой готов? — Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов, если бы ты знала, сколько возился около него. Две ночи не выходил из кузницы, зато ни одной поповной не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотнику таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан? Хоть весь околоток в выходе своими беленькими носками не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. — Кто ж тебя запрещает? Говори и гляди. Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы, взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах. — Позволь мне сесть возле тебя, сказал кузнец. — Садись, проговорил Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. — Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя, произнес ободренный кузнец, и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. — Чего тебе еще хочется? — Ему, когда мед, так и ложка нужна. — Пойди прочь, у тебя руки жестче железа. — Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обмарал сажью. Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. Не любит она меня, думал про себя, повесив голову кузнец. Ей все игрушки, а я стою перед ней как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка! Чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит, но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня бедного, а я за грустью не вижу света. Я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. Правда ли, что твоя мать ведьма, произнесла Оксана и засмеялась? И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувшихся жилах, и за всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. Что мне до матери ты у меня мать и отец и все, что не есть дорогого на свете? Если б меня призвал царь и сказал кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе, прикажу тебе сделать золотую кузницу и станешь штыковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану. Видишь, какой ты, только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, проговорила лукаво, усмехнувшись, Оксана. Однако ж, девчата не приходят, что бы ты значила. Давно уже пора каледовать, мне становится скучно. Бог с ними, моя красавица, как бы не так. С ними, верно, придут парубки, тут пойдут балы, воображай, каких, наговорят, смешных историй. Так тебе весело с ними? Да уж веселее, чем с тобою. А, кто-то стукнул, верно, девчата с парубками. Чего мне больше ждать, говорил сам с собой кузнец. Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но, если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я отучу. Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Оттвори!» прервал его размышления. Постой, я сам оттворю, сказал кузнец и вышел в сене в намерении обломать с досады бока первому попавшемуся человеку. Мороз увеличился и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевший колпак и ставший перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что было тепло одето, и потом, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть, не назвал ли сын ее вакула в хату гостей, но увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца вакула имела отроду не больше сорока лет. Она была не хороша, не дурна собою, трудной быть хорошей в такие годы, однако же она так умела причаровать к себе самых степных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дичьихи не было дома, и казак Корничуб, и казак Касьян Свербегус, и к честь ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк с видлогую в воскресенье в церковь, или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных сметаной вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это заходить по дороге. А пойдет ли бывало Солоха в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайчатую запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяка уже верно закасливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывая за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу «Эх, добрая баба, черт баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливой всего с казаком Чубом. Чуб был вдов, восемь скирт хлеба всегда стояли перед его хатою, две пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улице и мычали, когда завидовали шедшую куму корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших подвру индейок и оборачиваясь задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми голунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать все себе, и тогда бы, наверное, не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма, что парубок Кизяка Лупенко видел у нее сзади хвост величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черную кошкою перебежала дорогу, что к Пападье расприбежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел как-то коровий пастух, тымишь коростявый. Он не применил рассказать, как летом перед самой Петровкою, когда он лег спать в клеву, подмастивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенную косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован. Подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи. Брешут, сучьи бабы, был обыкновенный ответ их. Вылезший из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронуло. Этого акула принес путь же сам и вынесет. Черт, между тем, когда еще влетел в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел чуба об руку с кумом уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, в воздухе забелело, снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел в твердой уверенности, что чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и молевать обидные карикатуры. В самом деле едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову Капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад, ветер долл в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно. «Стой, кум, мы, кажется, не туда идем», сказал немного отошедший чуб. «Я не вижу ни одной хаты». «Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!» Дороги, однако, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все, и, стряхнувшись с себя снег, вошел в сене, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать, повелить на своей дочери отпереть ее. — Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец. Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. — Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя. — В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, ты не кузнецова. Чья бы это была хата? — Вот на, не распознал. — Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако же Левченко сидит, терю, дьякает, я знаю. Зачем же кузнец? — Э-э-э, он ходит к его молодой жене. — Вот как, хорошо, теперь я все понял. — Я, Девченкоinnen,